Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня будет очень интересная тема, которая будет называться так Кто рушит ваши отношения? Кто рушит вашу жизнь? Или что-то, что действительно для вас важно и дорого? У нас сегодня будет очень необычный расклад в том смысле, что Расклад будет происходить на одной и той же колоде, но в трех вариантах, в трех разных экземплярах Это русское издание Таро Долины Миражей, которое продавалось в подарочной упаковке Это то, что я уже показывала, колода, которая небольшого размера, колода с Алиэкспресс Я объясняла, зачем она мне нужна, потому что размер карт меньше и на ней можно выкладывать более объемные расклады И замечательная Таро Долины Миражей, но уже с золотым срезом, который я тоже показывала Для тех, кто хочет посмотреть, как выглядела в новом варианте Какая коробочка и так далее, что я говорила после получения этой колоды В плейлисте обзоры колод Таро и Оракула, по-моему, в пятом пункте прикрепленного комментария Ссылочка на этот плейлист Вы можете зайти, пролистать и посмотреть, как выглядела коробочка от этой колоды и так далее Все здесь было показано, рассказано, к ней есть инструкция Вот, что я могу показать Это коробка от Таро Долины Миражей с золотым срезом Для того, чтобы и сегодня не запутаться в трех этих колодах Хотя отличить вы их сможете У одной золотой срез, одна маленькая, другая крупного более формата Мы, естественно, наши замечательные фрукты по контрасту Может быть, кому-то поможет цвет Камешка при выкладке И сегодня получилось следующим образом Первая колода это виноградик Вторая колода это у нас клубничка И третья колода это ананас Поэтому я надеюсь, что вам помогут эти фрукты, эти ягодки Выбрать ту колоду, которую вы захотите слушать И опять же, вы не запутаетесь, когда будут выкладываться карты Потому что я буду не в том порядке, в котором выложены колоды Их поднимать Вы можете первый, второй, третий вариант выбрать Или по фигурке, или по порядку открытия карт мной То есть ту колоду, которую я открою первой Ту колоду, которую я открою второй И ту, которую я открою третьей И сегодня для тех, кто выбрал у нас позицию номер 2 Сегодня у нас клубничка вторая Остальные колоды мы пока уберем обе Они нам мешать не будут И мы смотрим тему Кто или что рушит ваши отношения Вашу жизнь, ваши отношения То есть кто несет разрушение Для вас Первое, что мы посмотрим Это вообще мы вытащим сигнификатор Насколько действительно велики разрушения Которые могут происходить Ну, вы знаете, здесь можем сказать Что сабли, мечи, порубить в капусту Есть настроения, но это какие-то настроения Справедливого возмездия И возможно для тех людей Кто когда-то неправильно поступил к вам В финансовом отношении То есть вот здесь попытка Не то чтобы уничтожить того Кто нанес вам финансовый вред Но по крайней мере поставить человека на место И запретить ему дальше как-то прорываться В вашу жизнь с негативной стороны Вот эти моменты мы можем и должны учитывать Если вы сами являетесь женщиной Знаков воздуха или воды Девушкой Если у вас холодный достаточно такой Нордический нрав Если вы интеллектуальный Но при этом достаточно холодный Эмоционально и рациональный очень То в этом случае Эта карта может означать вас саму То есть вы сами сейчас Можете управлять ситуацией И любое разрушение в вашу жизнь Может войти только Ровно на ту плоскость На которую вы позволите войти До того уровня До которого вы позволите Совершаться каким-то разрушением В вашей жизни Вот такая интересная Здесь ложится у нас Карта и трактовка Если вы являетесь действительно У нас королевой мечей Я знаю даже кто выбрал Эту позицию у нас Ну и конечно мы посмотрим сейчас То есть здесь в принципе Под контролем ментала Могут быть эти разрушения И скорее всего какие-то разрушения Могут быть спланированными Это снесение старого сарая Умышленное Осмысленное разрушение Старых отношений Что-то что весьма обдуманно То есть не просто в сердцах Вот с бухты барахты делается А реально это делается После какого-то Может быть даже достаточно Длительного раздумия Кто может рушить Ну вы знаете Здесь может быть мужчина До 40 лет Мужчина знака земли Или огня Такой вот которому Даже Станиславский Сказал бы верю То есть здесь вот такие Ложатся карты Которые говорят о том Что человек из вашей семьи Скорее всего это родственник по крови Который хочет И пытается продавливать вас И пытается сделать по-своему У кого-то имя Андрюша Прям Андрюша Да вот просматривается И Игорь Имя идет тоже достаточно четко А у кого-то даже Несмотря на то Что пришли сперва Имена более характерные Для славянских народов Когда дают Но еще одно имя Алихан Вот у нас пришло здесь тоже Может быть для кого-то Это будет актуально И кто-то должен был это услышать В общем получаем мы такую картину Что человек достаточно Самонадеянный человек Который хочет казаться звездным Вот оно разрушение Даже идет через него У кого-то Это может быть даже сын У кого-то это Мужчина Да вот Который пытается Театрализовать Любые ваши отношения Но Карты опять же Показывают о том Что Скорее всего Этот человек Младше вас То есть тут я говорю До 40 лет Но этому человеку Может быть и 20 И 22 Может быть А если вам Например уже за 50 За 60 То тогда этот человек Моложе вас Выходит здесь у нас По картам И для кого-то реально Может быть это и родственник Это могут быть даже сыновья Племянники Дети Или девушка с крутым Очень нравом И здесь ложится карта Которая говорит о том Что человек бездумно Тратит деньги Которые должны были Быть потрачены По другому Или вообще должны были Быть сохранены Здесь может подсказывать ему Или пытаться Как-то влиять на эту ситуацию Женщина Знака земли Или огненного знака Состоявшаяся И состоятельная Достаточно стабильная По своему характеру Вот она как-то может Пытаться вмешиваться Тоже в эту ситуацию Которая происходит У кого-то имя Ника Вероника Нина Выходят имена Она может То ли подкалывать его То есть здесь Сложатся такие карты Которые говорят о том Что эти люди Вот о которых шла речь Они друг друга знают И они могут знать Достаточно давно Друг друга Давайте посмотрим Что может разрушать Ну здесь ложится Просто ситуация Когда люди Эгоистично Хотят Самостоятельно Тратить то И на то Вот да На что они хотят Человек не хочет Прислушиваться Вообще Никаким другим мнениям Есть два мнения Одно мое Другое неправильное И если мне будут Препятствовать Я всячески буду Нервничать И стараться Ну как-то воздействовать На ситуацию С негативной стороны Ну вот здесь смотрите Здесь та ситуация Когда реально Могут портиться Семейные отношения Любовные отношения Партнерские отношения Из-за неправильного отношения К финансовой части жизни Из-за того Что каждый будет Искать для себя выгоды Каждый будет искать деньги И каждый будет пытаться Из выше обозначенных людей Урвать что-то свое Разрушение идет Очень четко Через финансовую сторону То есть да Вот из области Мама дай денег Там или просто Дай денег Дай денег Дай денег Или это мое Это тоже мое А это наше И мы потратим Сперва наше А потом я буду Тратить сам свое То есть вот здесь Вот такие моменты Могут быть И здесь финансовый Аспект идет Очень нехороший Поэтому здесь Обратите внимание Именно на данную Ситуацию Кто-то может Проматывать наследство В прямом смысле Этого слова По данному аркану Опять же можем сказать Что на здоровье Фактически Это не будет Влиять на ваше То есть вот даже Эти неприятности Какие-то Они не будут Разрушать ваше здоровье Но они могут Разрушить отношения Отношения в основном Любовного характера Но также Здесь есть шансы Что ваша семья Кто-то Кто близок к вам Эмоционально Из родственников Или очень близких друзей Они наоборот Вам будут поддерживать Вас будут поддерживать Вам помогать В этой ситуации Давайте перспективы Насколько опасно Для вас вообще Все это мероприятие Разрушительное Ну вы знаете Вы скорее всего Можете справиться С вот этой напастью Которая пришла Сама незванно Негадана к вам И здесь та ситуация Над которой можно работать Вы можете просто Перекрыть финансовый поток Человеку Да, будет обида Да, будет здесь Жалоба в адрес Третьих лиц Да, человек может Ходить и рассказывать Что ай-яй-яй Алена бессовестная Она мне деньги не дает А я хотел А это мое То есть вот здесь Вот может человек Поднять просто Какой-то жуткий вой И начать жаловаться Может говорить о том Что ну как же Ну как же Ну я же хотел Я же Я же Я-я-я-я Последняя буква В алфавите И я-я-я Головка от патифона Как я обычно говорю Поэтому Здесь такая вот история Когда у вас Есть все шансы Просто человеку Перекрыть кислород В плане финансов Вы можете Очень четко воздействовать И вот здесь Изначально У многих Скорее всего Карта будет Соответствовать Вопрошающему По этой позиции То есть вы Как давали Так и перекроете Называется Я Допустим Эту богадельную Открыла Я ее и закрою Сейчас Вот это Ваша воля И вы можете Справляться С этой ситуацией Но если вы Будете расслабляться Если вы Просто будете Надеяться На то Что все Само рассосется Все будет Хорошо Удачно Успешно То здесь Может быть Достаточно Большой вопрос И вопрос Будет заключаться Именно в том Что Вы можете Позволить Себе Какие-то Большие траты Чем планировали Изначально В этой ситуации Так Давайте посмотрим Вам предостережение И совет Смотрите Какая картина Ругаться С этим Человеком Вообще Бесполезно Я Так же Понимаю Что Скорее Всего У тех У кого Выходят Дети По этой Карте Или Люди Достаточно Близкие С которыми Просто В один Прекрасный День Проститься Нельзя И нельзя Просто В один Миг Перестроить Отношения Вот Для вас Наверное Совет Будет Неактуальным По той Причине Что Карты Говорят О том Что Лучше Прервать Отношения С таким Человеком И дать Ему Пожить Самостоятельно Просто Заблокировать Полностью Все То есть Заблокировать Его В мессенджерах В телефоне В соцсетях Перестать Общаться На какое-то Время Для того Чтобы Человек Пожил Самостоятельно Отпустить Свободное Плавание И вот Эту Пиявку От себя Оторвать Каким-то Образом Я Вообще Могу Сказать Что Если Не у Деньгах Дело Если Финансовой Да Вот Какой-то Поддержки От вас Никто Не требует То Это Не ваш Вариант Вам Надо Перезагадать Посмотреть Другой Вариант Просто И Здесь Значит Интуиция Не сработала Может быть Сработает При другом Выборе И Здесь Еще Какой Момент Здесь Такой Момент Что Карты Не советуют Вам Ругаться То Здесь Какое-то Молчаливое Блокирование Этого Человека Везде Блокировка Эмоций Переживаний И Коннекта Любого С ним Ругаться Смысла Нет Потому Что Чем Больше Вы Будете Ругаться Тем Больше Будет Усугубляться Ситуация И Вас Будут Обвинять В Несправедливости И во Все Остальном Впрочем Во всех Смертных Грехах Поэтому И Еще Не Стоит Взывать К Человеку К Человеку Знака Воды Или Воздуха Конфликтному До 39 лет Где-то Возраст Получается У кого-то Имя Андрей И Валерий Имя Уходит К ним Не стоит Обращаться Для того Чтобы Вам Помогли Как-то Разрешить Эту Ситуацию Но Здесь Из Советов Опять же Если Есть Документально Подтвержденные Какие-то Вещи То есть Вы Можете Влиять Через Подписание Каких-то Документов Юридических То Вы Можете Это Сделать И Здесь Может быть Вы Даже Будете Заключать Какое-то Соглашение С Женщиной Знака Земли Или Огня Состоявшейся Состоятельной И Это Поможет Вам Да Вот Видите Ее Карта Здесь Ложится Ее Сопереживание В этой Ситуации Может Помочь Вам Выбраться Из Для Тех Кто Выбрал У Нас Позицию Номер А Давайте Позицию Номер Три Ананасик У Нас Будет Та Колода Которая Вот Здесь Лежала Для Того Чтобы Вы Вспомнили Что Вы Загадывали Давайте Посмотрим Есть Либо Ситуация Какого-то Глобального Какого-то Очень Жесткого Такого Разрушения Или Все Не Так Страшно В Действительности Все Не Страшно Как На Самом Деле Очень Люблю Эту Поговорку Но Вы Знаете Здесь Есть Не Столько Разрушения Сколько Очень Серьезные Переживания Подтвердятся Ли Разрушения Сейчас Посмотрим Кто-то Может Терял Близких Или Распались Какие-то Достаточно Важные Отношения Могут Быть Семейные Драмы Вопросы Финансов И Наследства И Задействован Мужчина Мужчина Знаководы Или Воздуха Такой Достаточно Высокомерный По своему Характеру Который Знает Себе Цену И Хочет Ее Знать И Всем Показывать Любит К себе Какое-то Всеобщее Внимание Вообще Здесь Переживание Из-за Эгоизма Из-за Того Что Кто-то Очень Жестко Может Перетягивать Одеяло На себя От Чего Вы В этой Ситуации Реально Можете Действительно Переживать Страдать И Даже Кто-то Будет Получать Проблемы С сердцем На этом Основании Кто Здесь Герой Дня У нас Я не поняла У нас Королева Мечей Пришла Что-ли Из Прошлого Расклада Женщина Знака Воды Или Воздуха Безэмоциональная Достаточно Такая Прохладная Самонадеянная А рядом С ней Женщина Знака Воды Такая Капризная Немножко Вертихвостка И Вот Здесь Смешались Огонь Вот Как-то Лед и Пламень Да Две Вернее Даже Лед и Вода Одна Такая Текучая Очень Мягкая А вторая Очень Жесткая Такая Что Кулаком По столу Может Дать У кого-то К сожалению Здесь Старшее Поколение Семья Или Разбирательство Последствий Которые Касаются Наследства Как Минимум 2-3 Человека Задействованы Помимо Вас В этой Ситуации То есть Здесь Это Не одиночная Позиция Когда Здесь Один Человек Только Сеет Какое-то Разрушение Нет Здесь Коллектив И В ожидании И ожидании Каждого Из выше Описанных Людей Имя Вера У кого-то Всплывает Такое Достаточно Редкое Имя И Анастасия У кого-то Здесь Тоже Может Имя Прорабатываться Уж Кто По знаку Зодиака Это Думайте Сами Решайте Сами Вам Виднее В вашей Ситуации Поскольку Расклад У нас Все-таки Идет Общий И Здесь Могут быть Определенные Игры Между ними И Также Может быть Состояние Соперничества Легкого Какого-то Вроде бы Визуально В полушутливой Форме Когда Перед Старшими Или перед Обществом Эти девушки О которых Шла речь У нас В этом Раскладе Могут Показаться Или пытаться Показывать Себя Только с Положительной Стороны Называется А вот пусть Общество Скажет А пусть Дядя Нам Скажет Или папа Скажет Или мама Или кто-то Из старших Кто из нас Прав Вот здесь Желание Показаться Очень-очень На 200% Правильными Что Разрушает Ну вы знаете У кого-то Реально Здесь Проходят Очень четко Вопросы Действительно Наследства Вопросы Того Что касается Чьей-то Смерти Даже Может быть Наследования Или Когда Делят Шкуру Неубитого Медведя То есть Что-то еще Не случилось А делить Уже Начали Вот бывает Такое Что Намечтали Столько Что Когда все Произошло И все Случилось Настолько Блеклыми Оказались Реальные События Что То что Было Фантазиях Оно Уже Переплюнуло Действительность Ускакало Далеко Вперед И испортило Все впечатление У всех Кто Присутствует Вокруг Рядом Около И так Далее Здесь Вот Очень четкий Момент У нас Присутствует Да Здесь Ложатся Такие Карты Прямо Очень Интересные Очень Очень Которые Говорят О том Что Здесь Достаточно Большое Количество Людей Задействовано И о том Что Действительно Здесь Для тех Для кого Неактуальны Темы Наследования Там И прочее Здесь Просто Резкий Поворот То есть Человек Захотел Сегодня С места В карьер Вот Взять И все Поменять Вот Прямо Сегодня Здесь И сейчас Изменить Все 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 Что Только Было Возможно Изменить Вот Такой Момент Здесь Присутствует Давайте Посмотрим По какой Части Жизни Это Может Бить Ну Вы знаете Здесь Могут Быть Сложности В отношениях Которые Являются Отношениями Родственного Характера И так Далее И Здесь Может Уйти Вплоть До Того Что Человек Из Партнерского Да Вот Какого-то Союза Из Бизнес Проекта Из Семьи То есть Вот Здесь Плюс Ко Всему Любовное Отношение Может Задевать Подрыв Доверия Между Людьми Ну А что Касается Здоровья Здесь Могут Быть Факторы Которые Дадут О себе Знать Спустя Какое-то Время То есть Вы Сейчас Не Совсем Понимаете Насколько Большую Вы Получаете Психологическую Травму И Когда Пройдет Время Вы Вдруг Поймете Что Да Действительно Это Было Серьезно А я Не Предал Тогда Этому Значение Поэтому Сейчас Поберегите Своё Здоровье И Плюньте На Всех Кто Свои Цирковые Выступления Вокруг Вас Выписывает Ванна Ближайшее Будущее Месяца На Три Перспективы Но Знаете У вас Будет Какая-то Подмога Какая-то Поддержка И Помощь Будут Люди Которые Будут Вас Понимать И Вам Между Собой Даже Еще В этой Ситуации Которая Происходит Не Поздно Договориться Если Принять Вот Эти Принципы Взаимопомощи И Принять Какие-то Принципы Человечности По Отношению Прямо Сегодня Здесь И Сейчас Очень Резко Менять Ситуацию Выяснять Отношения То В таком Случае Есть Перспективы К Примирению Сторон Предостережение И совет Ну Вот Смотрите Здесь Самое Главное Не Нужно В Каких-то Такую Тавтологию Скажу Не Нужно Ненужных Подарков Очень Тщательно Думайте Кому Что Вы Дарите Сейчас Все Планы Которые Касаются Того Чтобы Зачать Ребенка Для того Чтобы Начать Какое-то Новое Дело Нужно Отложить На Задний План Куда-то Чтобы Они Ушли Ну Опять же Я всегда Говорю Что Для тех Кто Уже В ожидании Чуда Для тех У кого Уже Беременность Естественно Это Не Руководство К Действию То Здесь Все Хорошо Будьте Здоровы Вынашивайте Беременность Рожайте Здорового Ребенка И Очень Постарайтесь Спокойно Ко всему Этому Относиться И Не Нервничать Потому Что Иногда Говоришь Что Не надо Планировать Беременность И Начинают Девчонки Писать Ну А если Я уже Беременна А если У меня Уже Седьмой Месяц Ну Если Седьмой Месяц Вынашивайте Рожайте Здорового Ребеночка Будьте Счастливы И Не надо Погружаться В такие Вопросы Просто Бывает Иногда Что Мозг Отключается И Руки Работают Прежде Чем Человек Осознал Уже Комментарий Написал Не подумав Поэтому Просто Не Планировать Карты Советуют Если Еще Не Произошло Беременности И Не Пытайтесь Что-то Подарить Называется Да Я Перед Человеком Отдарюсь Я Ему Отдам Пусть Уже Идет Я Отдам Ему Все Пусть Он Уходит Или Лишь Бо Он Меня Простил Или Лишь Бо Между Нами Не Испортились Окончательные Отношения Я Отдам Ему То Что Он Хочет Если Вы Думаете Что Человек Как-то Вас Переоценит Выйдет На Новый Уровень Эмоциональный С вами Что Это Сохранить Отношения Вы Ошибаетесь Не От Того Сколько Вы Отдадите Финансово Здесь Что Быто Ни Зависит Следующий Момент Нюанс Вопрос Что Касается У нас Совета Постарайтесь По-человечески Спокойно Поговорить И поднимите Вопросы Доверия Не в том Смысле Я тебе Не доверяю Ты обманщик И так далее А предложите Человеку Вот Именно Очень Душевно С доверием Откровенно И по-человечески Просто Поговорить Друг с другом Это будет Оптимальный Вариант Из того Что Вы можете Сделать В этой Ситуации Потому Что Тогда Ситуация Вполне Возможно Разрешится Некой Вашей Договоренностью Между собой Это будет Плюс И вам И тому Человеку Которого Вы загадывали Или который Вышел У вас Просто Вот здесь Но здесь Действительно Есть ситуация Обмана И Знаете Продавливание Дальнейшего Обмана Бывает Такое Что Человек Что-то Уж извините За выражение Бреханул Но потом Он пытается Как-то Здесь Исправить А здесь Женщина Знаководного Вот она Может быть Здесь У кого-то Сейчас Вот имя Оля Еще всплыло У нас Вот такие Вещи Есть Ну что же Вообще Карта указывает Что в принципе Делай Что должно И будь Что будет И при этом Не забывай Оставаться Человеком Это будет Играть Только на руку Тебе И на то Чтобы ситуация Восстанавливалась Давайте Посмотрим Для тех Кто у нас Выбрал Позицию Номер Первое Второе Третье Компот Виноградик Кто у нас Загадывал Пожалуйте С золотым срезом Замечательная Тару Долины Миражей Ну-ка Ну колода Новая Сейчас она Еще имеет Право Пока рассыпаться И распадаться Здесь могут быть Либо какие-то Детские обиды В прямом смысле Слово Обиды Из детства Или Инфантильные Попытки Вот таких Вот взаимоотношений В результате Которых Могут возникать Такие конфликты Как забирай Свои игрушки И не писай Мой горшок Вот такие вот вещи Могут быть Но над этим Можно еще работать Давайте посмотрим Вообще Насколько здесь Реально есть Стадия разрушения Какого-то вот Кошмарика В этом ключе Но вы знаете Здесь нет стадии Как такового Какого-то глобального Разрушения То есть если у вас Рухнуло все там Развалился дом Распалась семья И прочее То наверное Вы выбрали Не свою позицию Потому что здесь Позиция больше о споре И здесь позиция Больше о том Что есть определенное Несогласие Между теми людьми Которые участвуют В данном процессе И здесь есть И несогласие И споры И выяснение отношений Но это на каком-то Детском уровне То есть скорее всего Здесь человек Склонен преувеличивать И скорее всего Здесь такая ситуация Когда человек Склонен говорить Как о разрушении О каких-то Просто бытовых Неприятностях Поэтому зацикливаться И говорить о том Что все пропало Шеф Мы все умрем Вот здесь не стоит Подумайте Поищите какие-то Позитивные моменты Потому что у вас Не все потеряно У вас не критическая Ситуация Кто здесь у нас Потрошитель Разрушитель Ну вы знаете Здесь могут быть У кого-то вопросы Детей Или прохождение Урока Связанное с младшими В вашей семье Это близкие люди Друзья Родственники Причем те люди Которые реально Вхожи в ваш дом Которые могут Залезть в ваш холодильник Плюхнуться там На ваш любимый диван Посидеть с вами Поболтать Или могли когда-то В какое-то время Это сделать Но карта говорит о том Что человек Младше вас Человек живет Отдельно Скорее всего Либо здесь Такой момент Когда может быть Распалась семья И ребенок Как будто бы Качует от папы К маме Или к бабушке И куда-то обратно Но вообще Если общие Да вот фразы Потому что Не у всех есть дети Не у всех проблемы Именно с детьми Не у всех дети Что-то пытаются разрушать Да и вообще Ребенок не может разрушить Ему не дано Такой силы Чтобы что-то разрушать Это мы Своим неправильным поведением По отношению к детям Можем да Что-то разрушить Но делать детей Ответственными За какие-то события Не слишком хорошие В нашей жизни Это Вот этого делать не стоит Поэтому здесь Могут быть просто Вопросы Семейного характера И вопросы Отношений с людьми Которые вам Очень близки Это не трудовые отношения То есть Это не тот Какой-то сотрудник Который не так На вас посмотрел Не об этом речь Разрушает тот Кто близко Разрушает тот Кто рядом И тот Кто выводит Реально вас На эмоции То есть Тот кто может Заставить вас Плакать Психовать Выходить Как-то вот За рамки Своих переживаний Спокойного состояния Что именно Вы знаете Осуждение Или суждение Со стороны Этого человека То есть Когда ребенок Приходит И говорит Мама Ты не такая Красивая Как все У нас в садике И так далее То есть Ваше восприятие Слов этого человека Как осуждение Рассуждение И вот именно Такое ощущение Что вы становитесь Перед светлыми очами Того Кто имеет право Вам указать На каком уровне Вы находитесь Сейчас Здесь может быть Для вас Действительно Тяжелое переживание У кого-то Кармическая Здесь будет Тоже Ситуация Но суть в том Что вам кажется Что этот человек Вас судит А у кого-то Реально просто Идут суды Из-за детей Из-за алиментов И того Что с этим связано Острые фразы На эмоциях Защитная позиция Вот знаете Вопросы Когда борются Два эго Тщеславие Эго Да вот Человека И очень жестко Они сталкиваются То есть Каждый понимает В меру того Как он хочет Или считает Вот Выше своего чувства Собственного достоинства Это понимать Называется Вам ребенок Мог сказать Мама А у тебя туфельки Не такие красивые Как у тети Зины А вы воспринимаете Ах я уродка Ах я дура Ах я некрасивая То есть вот Сразу же Начинаете Себя накручивать Может быть Такая ситуация Поэтому подумайте Оба И тот Кто говорит И тот Кому говорят Потому что Идет очень жесткое Недопонимание Формулировок Пытайтесь прояснять Какие-то вещи Задавать Наводящие вопросы Потому что Понимание Ситуации Здесь ложится Не совсем Правильное Вот в чем Проблемка Вот такой момент Вот такая вот Ситуация Здесь у нас Ну у кого-то Реально здесь Могут быть суды Вот смотрите Здесь в принципе Тот вопрос Который не рушит Глобально Какую-то сферу Вашей жизни Может сказываться Слегка На финансах Эта обстановка По здоровью Могут быть зажимы У кого-то Может быть Меозит Там да Вот волчья шея Когда просто Невозможно Повернуть Шею продуло Или просто Может Наблюдаться Скованность В какой-то части Тела Она может Проявляться Достаточно жестко Что касается Здесь вот Любви И вообще Отношений Партнерских То здесь Вам надо Смотреть На эти отношения Отношения Любого характера По-новому Немножко Здесь я говорила Больше о детях Но если Детей нет То значит Человек может Вести себя Как ребенок И с какой-то Детской Непосредственностью Пытаться Вам выкидывать Вот эти фразы В том числе И осуждающего характера Это не есть Разрушение Вашей жизни Это просто Есть тот случай Над которым Нужно работать И который Нужно обсуждать Перспективы На ближайшие 2-3 месяца Этой ситуации Ну вы знаете Вот пока Все идет Как идет Пока вы не будете Перестраивать себя Пока вы не будете Пытаться Прояснять ситуацию Здраво Реагировать на критику Нужную И нездравую критику Прояснять И запрещать Но без какого-то Надрыва Эмоционального Ситуация Может не поменяться Еще вплоть до года Может это Разрушение быть Если вы продолжите Мериться Вот теми Самыми частями Тела Если каждый Из вас Не захочет Смирить Свою гордыню То здесь Может быть Очень жесткое Столкновение Вплоть до Полного Непонимания И разрушения Отношений Если один Партнер В браке Ведет себя Как ребенок Второй Допустим Призван Его на ручках Носить Попу Целовать И так далее То здесь Вы можете Реально Потерять Чемодан Без ручки Ручка Уже Оторвалась Осталось Только потерять И здесь Вот реально Такая ситуация Достаточно Тяжелая Когда вроде Бы сейчас Все хихоньки Хахоньки Может начинаться А в течение Года Полутора Это может Привести К полному Краху И разрыву Отношений И полному Недопониманию И не всегда Даже это расставание Бывает такое Что люди Остаются рядом А внутри Пусто А внутри Просто пепелище Вот для того Чтобы не было Этого Давайте посмотрим Как вам действовать Взя А как нельзя Иными словами Предостережение И совет Ну вот смотрите Здесь ложатся Такие карты Очень интересные Которые говорят О том Что не держи В себе Вам нужно понимать Что если вы Будете продолжать Держать в себе Вот что-то Когда вы обижаетесь Когда вы ничего Не говорите Называется Ах я такая Ну ладно Ладно Хорошо Если вы будете Хранить в тайне Свои переживания Свой взгляд На эту жизнь На этот мир И вы будете Стараться Как-то Пытаться В этой ситуации Попытаюсь Сформулировать Знаете как Вот если вы Реально Попытаетесь Не обращать Внимания И молча Молча Это будет все Копиться 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 А здесь Карты Рекомендуют Больше Постараться Дистанцироваться От ситуации Не значит Прекратить отношения С человеком А значит Просто Немножечко Попытаться Понимать Любые события По своему И высказывать Своё видение То есть Начать Разговаривать Более мудро Более спокойно Когда вам Говорят Что-то О вас Вы можете Рассказывать О своих чувствах И опять же Озвучивать То есть Говорить Когда ты говоришь Что там О допустим Жанна Очень красивая Прическа То мне кажется Что ты говоришь Мне о том Что моя прическа Нехороша И я выгляжу Плохо Поэтому не делай Этого Пожалуйста При мне То есть Это вот Один из примеров В жизни Как вы можете Себя повести И как вы можете Прояснить Вот в этом случае Ситуацию И улучшить Ситуацию Для себя Вот такая Вот здесь История Но в целом Здесь можно Понимать Что затягивать Нельзя Потому что Чем больше Вы затягиваете Чем больше Вы молчите Чем больше Вы не обращаете Внимания Это вот то Почему еще Я не люблю Особо фразу Не обращайте Внимания Она не несет В себе Никакого Практического Решения Ситуации Обычно Именно потому Что когда Мы не обращаем Внимания Мы оставляем Эту ситуацию Которая складывается На том месте На котором Она и была А нам нужно Как-то из нее Выходить Поэтому здесь Вот совет Не обращая Внимания Вообще Не сработает Абсолютно Вот такая Получилась у нас Позиция Первая по выкладке Третья по порядку Открытия И я надеюсь Что даже Если вы получили Не совсем Идеальную информацию То есть Называется Я бы хотела Услышать Что я такая Классная А все вокруг Говно Но не получилось Услышать так И вам хотелось В этот момент Прибить меня Я желаю Вам немножечко Более критически Подойти К осмыслению Этой ситуации И соответственно Попытаться Как-то ее Исправить И последовать Тем советам Которые Здесь были даны Я желаю Всем удачи И благополучия На адекватные комментарии Обязательно поставлю Сердечки Талисманчики Которые будут Сохранять вас И охранять Вашей жизненной ситуации И конечно Для тех Кто хочет получить Индивидуальный расклад В пункте 3 Прикрепленного комментария Ссылочка на видеоролик В котором Подробнейшим образом Рассказывается Как вы можете Получить личный расклад Для себя Всем удачи До встречи До свидания До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok